Добрый день! С вами снова Михаил и снова в походе. После целой ночи дождей наступила прекрасная погода и настало время снять видео обзор на мое новое туристическое снаряжение. Туристическим я бы назвал его с большой натяжкой, потому что это раскладушка. Это больше всего предмет комфорта, но тем не менее. Раскладушка фирмы Берег, та же самая фирма, которая изготовила мою палатку, печку. Купил я ее одну для себя, для того чтобы посмотреть насколько она вот как раз в походах необходима. Если не будет необходимости, ну будет у меня одна. А если мне она понравится, я прикуплю еще раскладушки для всей семьи. Для начала оценим сколько места занимает две раскладушки в палатке УП-2. Именно УП-2 не менее, ни какая-то другая. Итак, вот печка стоит. Смотрите, печка стоит на своем месте. Печка средняя, экономка средняя. Есть чуть меньше, есть чуть больше, но примерно одно пространство они будут занимать. Далее, в одном углу стоит раскладушка вот на таком расстоянии примерно 800 миллиметров. Одна раскладушка вот так и рядышком граничит. Вот вторая идет и до входа, то есть он даже немножко торчит. Я думаю всем понятно, что разместить здесь три раскладушки это уже нереально. Вот это кстати коробка выполняет роль столика. То есть большой стол сюда не влезает, потому что не пройти будет. А коробка как раз выполняет вот такую функцию. Поэтому если хотите прикупить еще и столик, то покупайте небольшой какой-нибудь туристический, а лучше вот используйте коробки, что-то подручное. Можно даже вот сюда на раскладушке положить доски и будет вам столик. Если убрать печку, то сюда вполне войдет еще одна раскладушка, но придется раскладушки ставить рядышком друг с другом. Может даже и четыре войдет, если все пространство единое заполнять. Но тогда у вас не получится никаких действий в палатке совершать. Это будет чисто спальное большое место. Если пеший поход, раскладушка, естественно, это не ваш вариант, ни в коем случае. Водный поход тоже не ваш вариант. Вообще вот это все снаряжение вместе с палаткой УП-2 достаточно большой подразумевает автомобиль. По-другому вам все это не увезти. Но опять же, вы должны понимать, что автомобиль позволит вам вместить все вот это. Раскладушка занимает тоже немало места. Я ее соберу, разберу, все покажу. Плюсы от использования раскладушки в походе. Во-первых, вы спите не на земле, а на высоте. Тут воздух теплей. В палатке с печкой это очень чувствуется. То есть разница колоссальная. Но хочется сделать одно замечание. Все-таки материал самой раскладушки это ткань, обычная ткань, достаточно плотная. И поэтому, когда в первый раз я лег спать на раскладушку, при этом вот здесь у нас пол не утепленный, там идет сразу земля, а сейчас 1 мая, то бишь ночью температура опускается до плюс 5, а может даже 0. В общем, я через спальник чувствовал прохладу. Не сильную, но все-таки прохладу. Поэтому далее я стал использовать пенный коврик. Все-таки он необходим. Как ни крутись, если, конечно, вы не ходите по ходу летом. Летом он не нужен. А вот весной, осенью, зимой я бы рекомендовал стелить пенку. Так гораздо теплее. По поводу мягкости. Ну что здесь сказать? Механизм раскладушки таков, что у нее нет пружин. В привычном представлении многих, как вот раньше советские раскладушки были, у них множество пружин и тканый материал был посередине натянут и мог, так скажем, туда проседать. Здесь все натянуто, все минимизировано. Это походный вариант. Натяжка осуществляется при помощи вот этих палок. Потом покажу. В результате получается довольно жесткая раскладушка, довольно жесткое полотно. И я вам скажу, что это плюс. Потому, что спать на мягких, ну, не всегда удобно и многие понимают, что это довольно вредно. Как ни странно, но оказалось, спать удобно. Одна проблема. Вот эти борта, они угловатые. То есть, вот у нас здесь квадрат 25 на 25 вроде как или 20 на 20 алюминиевый. В общем, вот этим углом он кверху идет. И если вы ногу или руку ночью свешиваете с раскладушки, она у вас может легко затекать, потому что, ну, пережимается об угол. Даже если сравнивать с тем, что мы зимой спим обычно на изолоне, на полу, снег бывает проминается, и ты начинаешь соскальзывать куда-то там, получается лунки, ямки и так далее. Все это крайне неудобно. В общем, на неровном полу, а зачастую земля, снег в лесу, они неровные, поэтому спать на раскладушке гораздо комфортнее. Третий плюс. Можно вещи хранить под раскладушкой. У вас увеличивается пространство. Если раньше вам нужно было под ваше спальное место все расчистить, все убрать, то сейчас вы можете туда складывать вещи. Разделись, положили одежду туда, коробки какие-то, вон газовая плита, спальники, там много чего можно под раскладушку положить. Это тоже третий большой плюс. Четвертый плюс раскладушки, это возможность сидеть. Причем сидеть довольно комфортно, с моим ростом. Я бы не сказал, что какой-то дискомфорт. Спинки, конечно, не хватает, раскладушка не сравнится со стулом, но все-таки. И еще, можно сидеть вдвоем или даже втроем на данной раскладушке. То есть, если стол организовать, можно вот так сесть, раз человек, два человек, ну и соответственно три человек. Втроем сидеть на раскладушке. Тоже удобно. Можно спать на спине. Руки при этом лучше, конечно, вот так не делать. Я говорил про острые углы. Можно спать на боку. Так, конечно, жестковато из-за того, что сама раскладушка, само полотно жесткое, оно не проминается под вами. Плечо тоже немножко затекает, но переворачиваются почаще. Даже на животе можно умудриться спать. На раскладушке, которая проминается совсем мягко, на животе вы точно не поспите, у вас спина будет выгнута. Здесь вполне возможно спать даже на животе. Полотно у нас сделано такого цвета камуфляжного, с усилениями из строп шириной 50 или 60 миллиметров. Достаточно все надежно. Насколько хватит этого полотна, я не знаю. Нужно, чтобы прошло много лет. Раскладушка сделана из алюминиевого квадрата 25 на 25 стороной. Имеются на ножках вот такие механизмы для того, чтобы ножками она не продавливала отверстия, не уходила в землю. В общем, конструкция какая-то не совсем однозначная получается. Почему? Ну, во-первых, она постоянно вертится. Когда раскладываешь раскладушку, есть шесть ножек. И вот из этих шести ножек как минимум две точно вот так вот встанут и в результате начинают вот этими углами резать в дно. Это еще хуже, чем если бы оно вот этой гранью пластиковой. То есть как-то тоже не совсем понятно получается. Нужно следить за ними. Это первый момент. Второй момент. Ножка, когда попадает на землю, вот предположим, земля такая, земля мягкая, и она может вот так начать проваливаться, куда-то скашиваться. В результате получается, что она давит вот этим углом вниз, тем самым может быть повредит ткань. Пока что, вот я спал, здесь уже не первый день спим, но нет следов от ножек. То есть ткань выдерживает. Однако в будущем я не могу спрогнозировать, что же все-таки будет. Мне вот этот механизм не совсем показался удачным. По крайней мере для зимнего использования, когда будет теплый пол, изолон, который может легко продавливаться, я бы сюда приделывал дополнительные какие-то расширители, накладки, что-то думал, что-то экспериментировал. Потому что теплый пол стоит дорого, а повредить его ножками от раскладушки никак не охота. Металлические соединительные элементы выполнены методом, по-моему, лазерной резки, вот такой вот формы. Ну, здесь вопросов нет. Нормальное болтовое соединение, толстый металл, троечка, по-моему, с двух сторон. Здесь тоже все элементы выполнены методом как раз лазерной резки. Тоже надежный металл с двух сторон. Все вот эти сочленения здесь также. Везде установлены пластиковые заглушки, они не болтаются. Да, они очень надежно установлены. Да, пожалуй, единственная претензия к этой раскладушке у меня пока что вот к ножкам. Еще один нюанс, который выяснился в походе. Раскладушку не очень удобно раскладывать и складывать в палатке из-за ограниченного пространства и достаточно больших ее габаритов. Поэтому лучший вариант собирать на улице и затаскивать сюда. Но если идет на улице дождь, вам ничего не остается, как собирать и разбирать именно здесь. Первое, что нужно, вот с этой стороны демонтировать одну из палок направляющих. Просто отводим в сторону, вот так, тут штырь имеется, отводим в сторону и все, оно ослабло. Далее с той стороны тоже выводим из зацепления и выводим вот эту палку. Смотрите, на палке имеется отверстие, как раз вот под ответные штыри на раскладушке и расстояние между отверстиями разное. Здесь такое, здесь больше. Это специально для того, чтобы у вас был рычаг. Вот с этой стороны держим рукой. Так как с той стороны полотно ослабло, здесь уже вывести намного проще. Выводим и, соответственно, вытаскиваем. И теперь самое трудоемкое. Самое сложное это заворачивать ножки. В палатке нужно умудриться еще их завернуть. Ножка раз. Получилась вот такая конструкция. Теперь переворачиваем и все вот так собираем. Вот она, наша раскладушка. Больше в комплекте с раскладушкой ничего не идет. Никаких болтов, там запасных частей, ничего нет. Так, все это убираем в чехол. Чехол самый обычный, просто мешок. Имеет ручки для переноски. Однако этого вполне для раскладушки хватит. Показываю, как собирается данная раскладушка. Дорогие друзья, на этом все. Я должен прощаться. Если кратко в двух словах сказать итог этого видео, я бы рекомендовал раскладушку к приобретению, потому что у нее гораздо больше плюсов, чем минусов. Но все-таки раскладушка относится к снаряжению, так скажем, для комфорта, чем первой необходимости. Поэтому, если у вас нет раскладушки, не расстраивайтесь. Без нее можно пережить. Но если у вас позволяют объемы багажника и средства приобрести данную раскладушку, да, кстати, она не совсем дешевая, 4,5 или 5 тысяч она стоит, то вы можете, в принципе, ее приобретать и получать удовольствие в походе. Мне, в принципе, очень понравилось на ней спать. Гораздо комфортнее, чем на земле. Ну вот на этом все. С вами был Михаил. Всем пока!